Ребят, всем огромнейший привет! Вы на канале Дневник Милы Френо, и я Мила Френо, и это мой дневник. Сегодня моя рубрика, в которую я уже давно не добавляла видео, это ответы на ваши вопросы. И сегодня я отвечу на такой вопрос от Арины Чайкиной. Она спросила. Она говорит, ответ на вопрос и комментарий. Вопрос. Жульен сейчас доволен, что снял этот дом? Помнится, он был против. Поэтому я вам сейчас расскажу про наш дом. Если вам это интересно, оставайтесь, со мной будет болталка. В общем-то, знаете, вопрос достаточно давно был мне задан, но я на него не отвечала, по той простой причине, что мне было непонятно, доволен он или недоволен. Все-таки уже надо было прожить какое-то время. Я решила прожить 4 сезона в этом доме, то есть зима, осень, весна, лето, для того, чтобы уже давать какие-то определенные ответы на вопросы. Довольна ли я, доволен ли Жужука? И вот сегодня мы прошли рубеж один год, то есть мы его сняли, получается, в феврале прошло год, а сейчас у нас конец марта, то есть чуть-чуть больше года мы здесь живем. И я, наконец-то, могу разложить все по полочкам и сказать вам, рассказать о плюсах и минусах жизни в этом доме. Ну, давайте начнем с плюсов. Все-таки плюсов у этого дома было очень много, именно поэтому я очень хотела снять этот дом, я очень хотела жить в этом доме. Но в финансовую сторону мы смотреть не будем, и не будем загадывать наперед, как бы купим мы этот дом или нет, потому что сейчас все зависит не только от финансов, но и от того, захотят ли хозяева продавать этот дом, потому что, возможно, даже несмотря на их пристрелы возраста, ведь они периодически приезжают сюда, то есть они еще в полном здравии, и может быть такое, что еще и лет 20 проживут, знаете. А нам как бы уже нужно определяться, поэтому если никакого предложения с их стороны поступать не будет, допустим, в ближайшие 3 года, да, то мы, конечно, будем рассматривать другой вариант. Но очень бы хотелось остаться здесь, я полюбила это место. Плюсов у этого дома было много, именно поэтому я хотела снять этот дом. Это огромнейшая территория, здесь больше тысячи квадратных метров сада, если можно в кавычках его так назвать, потому что это не сад, а это, ну, земли, да, скажем так, и даже не полноценной, глины, потому что я вот знаю, если кто-то смотрит мои влоги постоянно, да, я несколько раз уже пыталась здесь что-то сажать, и не очень-то все это и работает, поэтому, скажем так, места здесь много, тысяча квадратных метров места, вот так. Детям раздолье, они их просто за дверь выкинул, так сказать, и мне с кухни их видно, и поэтому очень хорошо, что они там бегают, играться, здесь даже качеля какая-то есть, правда, она еще каких-то там времен, 50-х годов, наверное, это качеля, ну, и все равно они замечательно катаются на этой качеле, так что вот так. Они даже на велосипеде умудряются здесь гонять по саду, понимаете, вот. Очень спокойное, тихое место, здесь нет машин, то есть получается, это тупиковая, приватная улица, да, то есть сюда въезжают только, если действительно кому-то что-то надо, то есть либо соседи, да, и более того, скорость, она 30 км в час лимитирована, поэтому иногда мои дети и катаются там на велосипеде под присмотром, конечно, но все равно вот они там по тротуару гоняют. Так, это касательно земли. Дальше, сам дом, достаточно большой дом, получается, здесь 90 квадратов в самом доме, плюс еще есть теперь две студии, одна была, до этого была одна студия, а сейчас хозяева достроили теперь две индивидуальные студии с кухонкой, с ванной, с душевой. Вот, это маленькие студии, но и тем не менее у нас есть возможность, если, допустим, друзья остаются, да, спать или родственники приезжают, можно поселить вот в этой студии. Несколько раз было, что мои подружки оставались у меня спать, по причине того, что когда мои подружки приезжают, мы с ними вспоминаем молодость и пьем какой-нибудь ликер, а они, как правило, на машине оставались спать у меня, и в общем все замечательно происходило. Еще один плюс, который я бы хотела отметить, наверное, все пары меня поймут, это то, что детские комнаты очень далеко от наших комнат, то есть нужно пройти через весь дом, чтобы попасть в детские комнаты. Ну и то, что у них две комнаты, это уже тоже плюс, потому что раньше они в одной комнате вдвоем жили, теперь в разных, каждый там сам бордачит, каждый порядок себе наводит, вот, и у каждого свои игрушки. Но то, что комнаты далеко, это, знаете, раздолье для нас, как семейные пары, потому что можно не особо сдерживаться, так сказать, в эмоциях, не думая о том, что твои дети через стенку с тобой, да, спят. Поэтому, как бы, это, да, это огромнейший плюс, и это более того, это наладило наше отношение, если это не слишком интимно, то вот, да. Ну и, как бы, вы сами знаете, что я очень счастлива в этом доме, у него такая энергетика, у этого дома меня располагает к, я не знаю, как, как сказать, к философской жизни. Здесь тебе хочется жить, здесь тебе хочется приглашать друзей, потому что раньше как-то вот в той квартире у нас было все как-то сыро, все как-то вот такое маленькое было, когда друзья приходят, все как будто теснятся, знаете, вот такое было ощущение. И потом казалось, чтобы убрать весь этот бардак после друзей, это было нереально. А здесь как-то, так как все это большое, да, то если чуть-чуть бардака здесь, чуть-чуть бардака здесь, то вроде как его и не видно, знаете, оно все не в куче. Ну и вот, здесь хочется, хочется творить. Я здесь вновь начала писать, представляете, я начала писать. Семь лет не писала, и вдруг вот пишу, потому что здесь вот тишина такая, знаете. Здесь хочется жить и творить. Я начала писать, здесь есть бассейн, в котором можно купаться, здесь есть камин, перед которым можно сидеть зимой. то есть вообще просто красотища вот так вот более того иногда бывают такие моменты когда вот такой и такие солнечные дни как сейчас вот в конце марта да просто на траве вот так вот лег и тебе хорошо тка впечатление как-то земля у тебя убирают все твои накопленные болячки за зиму знаете ну вот как бы из плюсов все давайте про минусы поговорим этому туда таковы и имеется они не такие серьезные эти минусы и тем не менее они имеются ну начнем с того что этот дом окружен с двух сторон землей то есть получается если ты с одной стороны как бы находишься со стороны бассейна то нужно помнить о том чтобы закрыть дверь с той стороны если помните этим летом к нам ночью забрались воры поэтому они также могут и днем прийти пока ты их не слышишь и не видишь ты с одной стороны там купаешься в бассейне я даже слышала вот как они делают воры они подходят к таким домам к виллам если они слышат плескание в бассейне они пытаются зайти в дом потому что они думают что хозяева купаются в бассейне поэтому а с этой стороны идешь вот тут здесь нужно закрывать тогда террасу вот так получается что как бы это является минусом еще один минус это здесь практически невозможно работать я в плане нормальной работы этот дом не располагает к работе здесь постоянно хочется отдыхать не в том плане что этот дом утомляет что хоть что ты устаешь в этом доме господи опять самолет а в том плане что тебе хочется постоянно отдыхать если это весна то вот так вот на солнышке как я сейчас до хочется полежать на каком-нибудь лежаки если это лето то хочется купаться в бассейне если это зима то хочется сидеть возле камина понимаете постоянно вот этот слишком ой здесь слишком уютно и поэтому работать не хочется я не знаю каким образом умудряется жижок он работает по 14 часов в сутки да но я бы так честное слово не смогла так что это я бы отнесла конечно к минусам забыла еще сказать про плюсы это то что несмотря на то что та квартира в которой мы жили она считалась в каннах да именно то чтобы дойти до ближайшего магазина нужно было в такую гору спускаться потом подниматься то чтобы сходить просто за хлебом час нужен был а здесь не в центре к а выходишь вообще как бы так пригород да и выходишь но здесь все есть здесь и казино лидл или клев почта банки все в пешей доступности в двух минутах ходьбы понимаете это большая редкость как бы это тоже к плюсам отнесли ну вроде про плюсы и все сказала если остались какие-то вопросы обязательно спрашивайте я на них отвечу в комментариях либо сделаю дополнительное видео остался последний вопрос счастлив ли жужу что снял этот дом я задала ему этот вопрос год спустя прям так и сказала говорю слушаю у меня вот в телефоне скопированный вопрос уже полгода хранится никак на него не могу ответить потому что я не понимаю счастлив ты в этом доме или нет на что мой супруг мне ответил я счастлив там где счастлива ты вот так я до сих пор не знаю как ответить на вопрос счастлив ли мой супруг но мне кажется что да потому что он видит как хорошо здесь детям как хорошо здесь мне как хорошо здесь нашему коту и нашему будущему псу я надеюсь поэтому конечно ему это тоже было нужно в жизни так что я считаю что судьба нас привела именно в том дом в котором именно наша семья должна была жить и мы будем продолжать здесь жить до тех самых пор пока мы можем это делать так что вот так ну что ж дорогие я надеюсь что я ответила на этот вопрос вам желаю всего самого наилучшего живите там где вы хотите пусть обязательно сбудется то что вы хотите я имею ввиду если вы если у вас ипотека побыстрее вам ее выплатить если вы хотите снять определенную квартиру посылаю вам энергию обязательно у вас все это получится подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделала а вот у меня вопрос я ж блин начинать снимать я хотела спросить просто я снимаю же влоги каждый день практически поэтому вы как бы и так видите что здесь к чему мне несколько раз просили сделать рум-тур это рум-тур пришел это если вы хотите я сделаю рум-тур но мне кажется что вы уже и так все видели где здесь и что находится поэтому давайте я внизу напишу коммент делать рум-тур или нет а вы пишите мне под моим комментариям интересно вам это или нет потому что мне кажется что вы и так уже здесь каждый сантиметр видели вот вот теперь точно с вами прощаюсь с вами была болталка и мило френа поболтаю с вами еще в какой-нибудь раз всем пока